В колонию строгого режима за ловлю сетями. Это реально. Как где-то Рыбнадзор бдит за количеством крючков, Лукоил сбрасывает нефть Волгу и не парится. Международных турниров нет, а скандалы вокруг них есть. Почему в сборную по результатам пошли одни спортсмены, а в финальном списке оказались другие? 200 килограмм судаков, 2 миллиона рублей и 3 партии в карты. Как отгремела вечеринка Петра Денисова и кто же капитан в Пале в 2025 году. А тем временем на Алтае прошел первый в этом сезоне чисто женский турнир по ловленому ромышку со льда. Всем привет! Меня зовут Алиса. Вы на канале Мир Рыболова, а это наша еженедельная рубрика Рыб Новости, где я рассказываю о самом интересном из мира спортивной, любительской рыбалки и всего, что около этой темы. У нас сегодня, кстати, маленький юбилей, друзья мои. Это 10 выпуск. Так что спасибо, что снова выбрали посмотреть это видео. Если вам интересен такой формат, то ставьте лайк, поддержите меня комментарием. Ну а мы начинаем! В прошлых выпусках мы с вами обсуждали проблему нереальных сроков за браконьерство. Ну, нереальных не в смысле больших, а в смысле того, что их как будто бы и нет. Но на прошлой неделе я обнаружила новость о том, что в Ямало-Ненецком автономном округе мужчине назначили аж 2,5 года лишения свободы с отбыванием исправительной колонии строгого режима. Что же за рыб такая, подумаете вы, что аж до тюрьмы дело дошло? Рыба? Чир. Рыбак выловил больше 150 штук, а еще, кстати, 14 муксунов. Оба вида относятся к семейству лососевых. Тут стоит отметить, что вероятнее всего, такое строгое наказание мужчине дали не только из-за вылова ценных рыб сетями, но и из-за того, что рыбак был уже ранее судим. По какой статье не разглашается, но я смею предположить, что за то же самое. Просто в первый раз оделся условкой, ну, как говорится, один раз, а второй раз уже не пощадили. Помимо лишения свободы, мужчину обязали выплатить ущерб, нанесенный Российской Федерацией 237 тысяч рублей. Кстати, почти во всех административных и уголовных делах касательно браконьерства есть такое словосочетание «Ущерб Российской Федерации», а не водоемом и природе почему-то. 6 декабря в сеть попало видео из хутора Барбаши Волгоградской области, на котором рыбак показывает ситуацию на воде. А там река в пленке, берег черный, недалеко от берега стоит нефтеналивной танкер Волга «Ефть». Лукоил опять сбросил нефть. Весь берег в нефти. Вот, сюда его вынесло прибоем. А вот там стоит Волгонефть. И пропаривает танкеры, и сливают Волгу. Интересно, что тот, кто это видео записывает, употребляет наречие опять. То есть это, видимо, далеко не первый случай. Вы знаете, мы на прошлой неделе говорили о тотальном запрете на вылов в облах в 2025 году. И губернатор Астраханской области убежден в том, что если рыбу тружно ловить, мы все перестанем, она прямо-таки должна размножиться за пару лет. А вот насколько это реально при таких техногенных воздействиях? А летом, между прочим, в Астраханской области и Волгоградской многие купаются в реке, у кого-то вода в хозяйстве из этой реки используется. Но самое интересное, что добыча и перемещение нефти в области абсолютно законны. А вот за такими огрехами в виде разлитой нефти, видимо, никто не следит. Но, как правильно заметили в комментариях, видео выложили, под ним побубнили. А что дальше? Их на мешки ворочатся, как говорится. Позвонил ли кто-то в полицию, в природу охрану, остается тайной. Да и есть ли в этом смысл? Если нефтеналивные танкеры, в отличие от браконьеров, ни от кого не прячутся? Может, потому что им некого бояться? Собрать денег, толкнуть речь и просто кинуть пацанов. Так охарактеризовал отборы в сборную Россию по фидеру рыполов спортсменов в них участвовавших. На 1023 году в Москве в Братевском парке проходили отборы в сборную Россию по фидеру. По результатам соревнований в сборную вошли одни спортсмены, а в документах на сайте федерации получается, что другие. Впервые заговорил об этом спустя больше, чем полтора года Денис Борисов, который был по результатам турнира отобран в резервный состав. Спортсмен случайно зашел на сайт федерации, ну, надо ему там было, в общем, и обнаружил он, что по документам он не числится в резервной сборной, хотя вроде как должен. Также, например, Игорь Смирнов, он вообще занял первое место, но тоже не попал ни в основной состав, ни в резервную. Вот так вот высказался об этой ситуации известный рыболов-спортсмен, представитель компании «Земикс» Иван Форсинек. Вопросов точно больше, чем ответов. Почему у игроков моей команды стоит КМС вместо мастера спорта, тоже непонятно. Ну да бог с ним, понятно лишь, что отборы эти были просто формальностью, а по какому принципу формировались команды – загадка. Вероятно, состав выбирал тренер, вне зависимости от места в таблице отборов. Другого объяснения нет. Радует только то, что под постом возмущения отписался аж сам президент Федерации рыболовного спорта Александр Комиссаров, обещал разобраться с несправедливостью. Ну, я-то ждать, конечно, не могла, поэтому связалась с секретарем Федерации рыболовного спорта Игорем Чиняковым, и он объяснил, что каждый год списки обновляются, и в этом году отобраны были спортсмены-призеры всероссийских соревнований по приказу Минспорта. То есть тут надо понимать, что у нас в Федерации есть еще вышестоящий орган, и как бы не все в Федерации решается вот только там. Также спортсмены были удивлены, когда узнали, что сменился главный тренер сборной России по Федеру. Протокол о заседании президиума на сайте не обнаружили, однако информация о том, как формируют списки участников сборной, не получила в соцсетях никакого оглашения. Также и протокол о назначении нового тренера, поэтому, видимо, возникло непонимание. На мой взгляд, проблема именно в том, что Федерации спортсмены обитают вообще как будто бы в разных информационных полях и не имеют прямого контакта. Ну, то есть давно уже не секрет, что в самой Федерации есть раскол. Есть два лагеря. Те, кто поддерживает президента нового, ну, как нового уже несколько лет, он Александр Комиссаров, и те, кто против его нововведения. И вот получается, как обычно, что разборки где-то наверху, а страдают простые смертные, в нашем случае спортсмены. Потому что руководящие органы тратят много времени и сил на свои междоусобные войны. Соответственно, ресурсов для того, чтобы заниматься непосредственно Федерацией спортом, остается не так много. Как думаете, как паловские экипажи решают, кто будет капитаном? Может быть, это зависит от мастерства или опыта участников, а может, решает главный спонсор экипажа? Ну, наверное, у кого-то так. А вот Денисов и Чуланов разыграли капитанство в карты. Несерьезно думаете? Ну, как-то целых три партии было. Случилась эта карточная битва на вечеринке Петра Денисова в прошедшие выходные. Куса в Подмосковье называлась Рыбий Орб. Денисов собрал больше 250 человек в огромном коттедже и гульнул на широкую ногу. Многие источники сообщают, что вечер субботы обошелся рыболов в 2 миллиона рублей. Как говорится, и я там был, мед, пиво пил, полосами текло, а в рот не попало. Ну, потому что не за бабой ради была, а по долгу журналистской службы. Посещала это мероприятие. Так что коротко расскажу вам, что там было. Ну, во-первых, больше 200 килограмм судаков, которых Денисов в морозильном ларе привез из Казани, чтобы накормить гостей. Как рассказал Петр, он их сам наловил за пару месяцев, готовился и превышает норму вылова хлебосольный хозяин вечеринки. Ну, ладно, судаки, это еще не самое. На вечеринке был Дмитрий Шавалин. Многие думали, что они с Денисовым не общаются после истории с жилетом. Ну, когда Дмитрий дискомфицировали из-за наводки Денисова. Вы не обижаетесь на Петю? У многих такой вопрос. Не обижаюсь ли я на Петю? Да. Ну, конечно, обижаюсь. А все равно приехали? Помириться? Слушай, нет, мы с ним давно уже, в принципе, в нормальных отношениях. Ну, кто, как говорится, старый помянет там у глаз вон. Вот, поэтому, ну, не в наших русских традициях там копить какие-то обиды. Вот, ну, на какой-то этап, это было не сейчас, а уже там, ну, наверное, год или два назад мы уже стали с ним нормально общаться абсолютно. Вот. Ну, там не сказать, что это в тот момент он был такой, он прямо был односторонний с их стороны. Может быть, с какой-то стороны я начал там какие-то свои наезды на них. Вот, поэтому я понимаю все их чувства. Они понимают мои чувства, вот. Кстати, также на вечеринке был замечен бывший напарник Денисова, Иван Чичерин, что говорит о том, что расстались они в неплохих отношениях, судя по всему. А теперь переходим к самому горячему блюду. И нет, это не бедные казанские судаки. Это шуточки в адрес компании МИДа, которая, собственно, ПАЛ и организует. Ну, а сезон 2024 в Пале завершился достаточно буднично. Победил экипаж Петерцов-Елисеев, но самой яркой точкой сезона стало совсем другое событие. Ага, сейчас будет. Если будет все хорошо, то выступим с Петей Денисовым в этом году. То есть мы договорились, что один год этот, мы постараемся сделать то, что мы не доделали. Эх, ребята, с огнем играют. Вот мне интересно, ждать отведа от МИДа или нет? Вот мне пишут иногда в комментариях что-то типа «Чего ты тут про рыбалку нам рассказываешь? Вместо женщины на кухне! Иди борщи вари!» Обидно, е-мое. Мы, девчонки, вообще-то ого-го, сколько всего еще можем. Так, например, на Алтай уже восьмой год Женская рыболовная лига Сибири проводит обучение и соревнования для девушек по ловле на мормышку со льда. И не только. Каждый год обучиться рыбалке приходят домохозяйки и бизнес-вумен. Обучение начинается в классе в октябре. В ноябре девчонки проходят первые тренировки на льду, а уже в начале декабря у них первые соревнования. В этом году они прошли 7 декабря. Участие приняли 10 начинающих спортсменок. Ловили окуня. Лед на Алтае уже 20 сантиметров. Погода не шепчет. Но дам с ледобурами это не останавливает. Организовала лигу и тренирует девушек КМС по рыбной ловле судья всероссийской категории Наталья Лас. Красивая девушка и страстная рыбачка. В прошлом году Наталья судила так называемый Кубок Смерти. Так прозвали Кубок России по ловле на блесну со льда. Соревнования проходили в Новосибирской области при температуре минус 40. И все это время Наталья наравне с мужчинами-судьями была на льду и честно выполняла свою работу. В том Кубке девушки, кстати, тогда принимали участие. Это ли не пример для некоторых диванных критиков? Еще один важный момент. Мне вот интересно, а куда отправляется пойманная мелкая рыба? Потому что зимой ее особо не поотпускаешь, а просто выбрасывать как-то расточительно. Так вот, руководитель лиги Наталья нашла решение. Девушки отводят уловы в зоопарк на корм великанам. А за это зоопарк вручает билетики, которые дарят детям на рыболовных фестивалях. Ну а у меня на этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся на следующей неделе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok